А я вот не помню, кто вообще все эти люди? Откуда вообще взялись эти мужчины и женщины? А что об этом думает гершистая общественность? Общественность, да. Сейчас вот посмотрим, как ответят на эти животрепещущие вопросы, а также расскажут вообще, что было до нашей эры, до не нашей, до вашей, до их эры. Наш ученый Кит Юрий Викторов, профессор, прошу вас. Я вам перескажу несколько версий происхождения человека. Как вы знаете, их существует несколько. Самая классическая, самая известная и, как кажется, подавляющая большинству человечества, самая достоверная, эта версия, естественно, изложена в Ветхом Завете. Итак, не надо рая. Когда Господь создал мужчину и поместил его в раю, сначала млел он от картины, смотря на благодать сию, но тот, тряся от скуки груши и повреждая им стволы, бурчал все время Богу в уши слова отнюдь не похвалы, что, дескать, и в футбол, и в карты, и в мудрую игрушку «го» один играешь без азарта. И непонятно, кто «ко-го». Ни хором песни под кефару, ни перекинуться словцом, да и абразию с нектаром, ни камильфо в одно лицо. А Бог, известно, честный, правил. Желая счастья и добра, Он уважать себя заставил, сломав Адаму два ребра. Но сделал это не со злости, а подбирая материал. Добавил глину, дунул в кости и новый экземпляр создал. Творение назвали Евой, и с этих пор они все дни гоняли мячик вправо-влево по раю голышом одни. Всевышний лег читать газетку, а может сочинять стишок, поскольку рай по всем приметам создал он в целом хорошо. Но тут змея их искусила, открыв на естество глаза. И люди вдруг со страшной силой друг друга начали лапзать. Ну, стоны, крики, натурально, скрещение рук, скрещение ног. И бог за облик аморальный сказал, вот я, а вот порок. Потом добавил виновата, здесь все же рай, не шапито. Плодитесь, шмыгнул он, ребята, и обращайтесь, если что. А дальше все известно, братцы. Исполнив выданный наказ, народ в любви стал размножаться, забыв про гол, удар и пас. И факт, что бог, лепя садама, не просто копию своял, а творчески сварганил даму, достоин песен и похвал. И мы поем творцу Асанну за то, что дал нам слабый пол, что заменяет рай с нирваной. И много лучше, чем футбол. Существуют альтернативные версии происхождения человека, как известно, они не очень доказаны, но я, тем не менее, их изложу. Дарвин поработал очень рьяно и копнул реально глубоко, что народ пошел от обезьяны, правда, вот ушел недалеко. Я смотрю с огромным изумлением на так называемых людей, находя во многих подтверждение правильности чарльзовых идей. Молодежь, сплошные гамадрилы, как посмотришь, белый свет не мил, а как примут триста грамм нарыла, сразу превращаются в гориллу. На работе тетки все мартышки, им были ж ужимки да прыжки, Викторова не читали книжки, Бродского не знают ни строки. Так куда не посмотри, однако, вон сосед, надутый павиан, а жена худющая макака, ест одни орехи да банан. Шурин, вроде бы, культурный дядя, по субботам кушает безе, только если не предвзято глядя по повадкам чистый шимпанзе. В общем, этот Дарвин прав, по сути. Все произошли от обезьян. Только я. Ну и, наверное, Путин. Мы вдвоем, а ты – инопланетян. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 КОНЕЦ